приветствую всех кто сегодня с нами кто присоединился к нам чуть чуть попозже кто будет смотреть нас в записи и сегодняшняя тема у нас библиографические описания и ссылки как всегда библиографические среды но мы коснемся вопроса источников на иностранных языках ну вот такой страшный момент хотя на самом деле ничего страшного в этом нет на первый взгляд это страшно на самом деле ничего такого ужасного он в себе не содержит если хорошо разбираться в описаниях и ссылках на родном языке и пользоваться нашими гостами но очень часто ступор возникает именно вот на этом моменте о боже у меня источник на иностранном языке своих работах но мы говорим о небе библиографах поэтому и цикл у нас такой поэтому будем говорить о самых простых вещах и в своих работах курсовые дипломные бакалаврские магистрские вкр особенно диссертационные исследования статьи наряду с русскоязычными источниками очень часто мы используем информацию из источников на иностранных языках а где то это прямо требование требование такое и в связи с этим вопросы возникают как правильно оформить библиографическое описание для этих источников для как правильно сделать все это для списка для списков для ссылок и тем более в гостах на эту тему информации не так уж много если сказать честно то совсем мало практически нет и в образцах наш любимый раздел в конце госта с которого чаще всего и начинаем не знаю уж к счастью или к сожалению свои розыски посмотрю как там и сделаю также на русском языке мы можем найти образцы а вот на иностранных языках они практически отсутствуют и информация в гостах она разрознена приходится собирать от полу крупицам по кусочкам и конечно это все занимает много сил времени и нервов понимает конечно все это хотелось бы сэкономить при оформлении таких источников и вот сегодня мы посмотрим основные моменты которые важны именно для не библиографов которые и эти моменты и помогут нам в решении этой задачи для этого мы посмотрим три вопроса с вами первое это библиографические описания с них все начинается второй вопрос немножко посмотрим про ссылки что делать и как оформлять и третий вопрос про источники на иностранных языках при статейной библиографии ну тут две части у нас вспомним что существует это русскоязычный список референсис особенно если мы пишем статью в какое-то иностранное издание или пусть даже российский журнал но индексируемые в скопус и нас просят сделать два списка русскоязычные референсис и там и там попадаются источники на иностранных языках и в референсис мы еще и русскоязычные источники должны написать на требуемом языке чаще всего конечно английский поэтому тоже в каком смысле их можно отнести к этой категории и небольшая дополнительная полезность это про различные подсказки сервисы генераторы этот скорее к третьему вопросу по международным стилям я вам тоже покажу где они находятся где они живут ну вебинар у нас не очень большой надеюсь сегодня будет потому что тема она хотя с одной стороны кажется сложная с другой стороны она не такая уж и большая требующая вот какого-то очень глубокого погружения особенно мы же для библиографов говорим и начнем мы с как и все у нас начинается с библиографического описания начнем мы с первого вопроса это библиографическое описание источника на иностранном языке то что мы делаем для списков литературы и здесь стоит сразу отметить первый важный момент по каким правилам делать описание иноязычных источников но это зависит от того для чего мы составляем список литературы это курсовая вкр диссертация если да тогда однозначно наш помощник это гос 2018 поэтому первый вопрос когда мы лихорадочно пытаемся найти хоть что-нибудь что нам поможет в составлении библиографического описания сразу определите для че цель для чего куда пойдет этот список курсовая вкр диссертация гос 2018 про статьи поговорим в третьем пункте в третьем вопросе нашего вебинара чуть попозже и там возможные варианты но отечественные госты библиографическая запись и описание и библиографическая ссылка там во всю тоже применяются особенно для русскоязычной части уж точно и поэтому вот эти два первые вопросы вебинара про описание ссылки они для нас важны и для оформления статьи научные издания тоже пригодятся и самый первый важный момент про библиографические описания делаются они на основе нашего госта р 7 0 100 2018 библиографической записи библиографическое описание для стран ближнего зарубежья для тех организаций которые находятся там действует гост 2003 ну мы будем говорить про наш новый гост национальный стандарт который действует на территории российской федерации просто имейте ввиду если кто-то у нас из ближних соседей присутствует то у вас 2003 а не 2018 просто смотрим другой гост в самом госте пунктов исключительно на тему источников на иностранных языках всего-то пара тройка пара пунктов и там в одном есть несколько подпунктов все остальное это те же правила и пункты что и для русскоязычных источников правила сохраняются те же самые вот здесь можно вздохнуть с облегчением а с одной стороны но с другой стороны если мы их не знаем то для нас что на английском языке источник что на русском языке это будет китайская грамота поэтому хорошее ориентирование в самом госте это один из таких ключевых моментов для грамотного и быстрого составления описаний хоть на русском языке хоть на иностранном языке и несколько ориентиров основных ориентиров что нам как не библиографа может понадобиться из таких общих положений госта в первую очередь вот они здесь перечислены на слайде знания предписанных знаков пунктуации а давайте прям даже и по ним и пройдемся да конечно умение ориентироваться в самом гости быстро найти где чего находится это предписанные знаки пунктуации вот такая табличка она тоже будет вот в той в том складе полезности на которые вам ссылочку дам где можно это найти все вот эти таблички они там есть ну вот что что чем разделяется где один знак где несколько знаков как правильно они пишутся что отделяются двумя пробелами все эти правила они сохраняются то что знак у нас предшествует элементу и если этого элемента или области у нас нет в описании мы его пропускаем вместе с предшествующим знаком вот это вот важно помнить если мы убираем то убираем не просто элемент и последующий знак а элемент и предыдущий знак вот они вот так вот немножко устроены поэтому важно когда мы что-то лишнее убираем из описания убрать правильно не с последующим знаком а с предыдущим еще одна важная вещь которая нам нужна это схема структура такая областей в библиографическом описании для того чтобы правильно переформатировать например библиографическое описание оформление ссылки там по гарвардскому стиле или по epa иностранный источник приведен где-то мы его нашли он приведен формате автор дата естественно там немножко будет другой порядок размещения элементов сначала идет идут авторы потом дата вот то что у нас идет в фиолетовеньким область публикации производства распространения дату мы пишем там после года и издатель после места издания издательства а вот в гарварде в epa например других стилях где идет формата автор дата дата выносится в начало после автора и потом идет основное заглавие и вот там есть такая хитрость что если нет автора у сборник например материалов какой-то конференции с года же начинать нельзя формат строгий автор дата должен быть какой-то автор а кого писать то авторов много мы бы мы просто делаем по нашему госту описание под заглавием и все и не мучаемся а вот там делают хитро раз должен быть должно быть какое-то лицо то лицо автора заменяет лицо редактора и они редакторов все равно же сборника выходит под чей-то редакции вот они этого редактора или этих редакторов если их несколько пишут в заголовок но ставит пометочку эд сокращение да редактор и вот когда мы начинаем вот то описание по тем другим правилам трансформировать в наше описание по гостам здесь вот эти вот хитрости их конечно нужно знать и понять куда нам этих редакторов в нашем описание по госту поставить они уйдут у нас в область заглавия и сведения об ответственность вот это вот синенькая в закосую черту да вот здесь мы пишем закосой чертой авторов если их нет то вот сюда у нас редактор как раз и уйдут описание будет под заглавием вроде бы не не сложно вроде бы не страшно да когда знаешь а когда сталкиваешься видишь вот это описание там по гарвардскому стилю а тебе говорят нет надо сделать его по госту для нашего списка источников и в принципе это правильно если у нас есть свой своя конституция почему мы должны жить по конституции другой страны мы же делаем списки источников для наших там курсовых дипломных проектов которые мы будем защищать здесь же диссертационные исследования здесь же на территории российской федерации но и опять же принципе единообразие все делается по единым правилам некрасиво выглядит когда у нас список источников половина по госту половина по гарварду половина по тураби она оставшаяся часть по ванкуверу вот такое смешение стилей это ну совсем некрасиво говорит о том что мы не владеем вот этим навыкам работа с источниками в части их оформления поэтому вот эта вот схема структура областей в библиографическом описание по госту она нам тоже очень сильно пригодится для того чтобы понимать чего куда записывать но более подробно мы ее разбирали надо на одном из предыдущих вебинаров поэтому можно посмотреть по записям там где мы говорили о библиографическом описание ну вот саму подсказку еще раз я вам сюда размещаем краткое расширенное описание тоже нам пригодится с полным описанием имеют дело только издатели и каталогизаторы библиотекари библиографы для наших работ для статей для студенческих работ или там магистрских аспирантских трудов чаще всего используется либо расширенное либо краткое описание вот в этом тоже хорошо посмотреть в гости что значит расширенное что значит краткое описание и вот примеры я вам привела расширенные то все обязательные элементы плюс условно обязательные которые мы добавляем а краткое описание это только самые основные обязательные элементы которые позволяют нам идентифицировать это издание. Ну, вот как пример. Это тоже важно учитывать, когда мы составляем. Ну и вот то, что мы говорили, закосой чертой, как мы приводим авторов для описания по ГОСТам. Эти же правила действуют и для описания источников на иностранных языках. Если в том же гарвардском стиле вы, например, видите оформленная ссылка, и там проведены три автора в заголовке, то мы, конечно, делаем немножко по-другому. Или там четыре автора. Мы немножко делаем по-другому. Кого-то мы приводим в заголовок, а кого-то мы выносим за косую черту. Ну и вот эту напоминалку тоже хорошо бы иметь перед глазами и использовать, когда составляем библиографические описания. Она работает и для источников на иностранных языках. Правила все те же самые. Область содержания и средства доступа. Тоже важный момент. Тоже такая вот табличка, которую я вам сюда привожу. И в складе полезности она у нас тоже есть, поэтому там ее тоже можно будет найти. Основные варианты, которые встречаются, я вам сюда вынесла. Ну плюс еще художественные фильмы вряд ли может быть. А вот мультимедийные пособия, да, часто сейчас идут мультимедийные ресурсы. Только помним, что вот так заменять область вида, вид содержания можно только в том случае, если у нас здесь не менее трех. То есть есть текст, есть какое-то изображение, например, видео-лекция и есть устная речь, еще проведен отдельно какой-то аудиофайл. Вот тогда три есть разных вида содержания, значит мы их можем заменить вот на такую формулировку. Вот для мультимедийных ресурсов это очень удобное такое правило ввели. Можно не расписывать подробно, а заменить вот одним словом. Ну и основные виды содержания, как они пишутся для электронных, для непосредственных, для печатных изданий, я вам сюда тоже постаралась собрать. Для видеозаписей, вебинаров, докладов они пишутся, вообще любые видеозаписи, они идут как изображение электронное. Да, там, конечно, в скобочках можно раскрывать, но для небиблиографов вот этого вот достаточно. Основное обозначение вида содержания без раскрытия его. Значит, там можно совсем запутаться, очень сложная такая система. Вот этого вот достаточно. Вот так они будут обозначаться. Ну вот так вот принято по ГОСТу. Значит, так мы их напишем. Вот основные моменты, вот эти таблички, подсказки, которые у нас должны быть под рукой, к которым должен быть доступ. Я их вам собрала в такую страничку, такие мелкие полезности, и потом покажу, где их можно будет найти, так, чтобы вы ими тоже могли воспользоваться в нужный момент. Еще одна полезная вещь, которая нам нужна, это унифицированные формы сокращений. Вот при работе с источниками на иностранных языках мы это применяем. Определены вот эти унифицированные формы сокращений, они определены в ГОСТе, в пункте 4.9.2. И в этом пункте прописано, что унифицированные формы сокращений, применение которых оговорено в отдельных положениях, приводят на языке библиографического описания. То есть, если у нас книга на испанском, мы должны это все перевести на испанский. Если это все на итальянском, мы должны перевести на итальянский. Чувствуете, да? Уже страшно. Но дальше написано. Либо на латинском языке. И приведены вот эти вот формы сокращений на латинице. Поэтому на каком бы... Вот это тоже очень хорошо можно использовать. Вот эти унифицированные формы сокращений в наших описаниях. Когда у нас... Нам не надо уже переводить на разные языки, мы просто используем вот эти сокращения на латинице. Это редакторы. Это ads, at all и другие сокращаем вот так. И просто вот том, volume. И это уже принятые сокращения, которые мы можем... Ну, вот здесь я вам привела в полном и в сокращенном виде русский и латинский язык. Вот это вот тоже можно использовать. На каком бы языке у нас не было библиографического описания. То есть тут два варианта у вас. Либо вы будете заморачиваться с переводом. Ради бога, пожалуйста, конечно. Либо вы воспользуетесь вот этими унифицированными формами. Согласно пункту 4.9.2 ГОСТа 2018 года. Он нам это разрешает. И там есть еще такое дополнение. При необходимости их эквиваленты переводятся на другие языки. Но такой необходимости для составления списков источников у небиблиографов, как правило, не возникает. Поэтому используем латиницу и будет нам всем счастье. Единственное, вот этот момент может возникнуть у редакторов, которые в издательстве оформляют книги, ссылки и списки библиографические. Либо в библиотеке может быть, в библиотеках такое требование. Вот там, да, там уже придется с переводами заниматься. А для нас, для небиблиографов, вот этого вполне достаточно. Даже для тех же диссертационных исследований. Пользуемся латиницей и будем счастливы. Так, вижу в чате Альбина Захарова, Татьяна Телегина. Да, я слушаю. Что случилось, Альбин? Вы хотели что-то спросить или написать? Напишите, пожалуйста, что случилось. А мы пока пойдем дальше. Про работу... да, такие же сокращения есть про ссылки, и про ссылки я вам тоже их покажу. Момент второй. Очень важно обратиться к самому источнику. Я уже говорила как-то на наших вебинарах, что когда вы составляете библиографическое описание, а тем более, если вы его... А, Альбин, нормально, ничего, я просто думала, что-то случилось. Если вы... когда вы составляете библиографическое описание, всегда обязательно смотрите. Проверьте сам источник. Вот без источника, даже когда просят, а проверьте... Студенты очень часто, да, а правильно ли я написал? А я вот не знаю, как здесь в библиографическом описании правильно написать. Подсказать, как правильно написать, я могу только в одном случае. Источник покажи, ссылку дай. Пока мы не видим сам источник, мы чисто формально что-то можем подсказать. Да, ну, чисто формально. Ну, и то, будет ли это правильно. А правильно ли составлено само описание? Возникают вопросы. Поэтому, особенно когда мы работаем с источниками на иностранных языках, обязательно нужно обращение к самому источнику. Здесь я всегда говорю студентам, собирайте. Студентам, дипломникам, особенно аспирантам, работайте, да и преподавателям тоже. Работайте с источником, сразу себе сделайте. Неважно, пойдет он у вас потом в окончательный вариант вашей статьи или исследования, или там ВКР, или вы его отметете на каком-то этапе. Когда вы работаете с источником, сразу ссылку, если вы его нашли в сети интернет, ссылку на этот источник раз, если это печатное издание и его нет в интернете, посмотреть невозможно, да, аналогично, вот ровно то же самое издание или переиздание, вот в той же самой обложке, в том же самом исполнении, с тем же количеством страниц. Если нет возможности, сделайте скрин. Ну это же так просто. Скрин или фотографию, да, титул, оборот титульного листа. Если на иностранном языке, еще обязательно в книге смотрим конец, конец, самый конец книги, там где пишут типография, там отпечатано, да, вот эти, выходные сведения могут быть еще и там. И вот для русскоязычных достаточно титул, оборот титульного листа, а для иностранных источников еще, особенно если это переводное какое-то издание, поглядите, ну переводное, не переводное, а изданное у нас, например, но и на иностранном языке. Посмотрите конец книги, там могут быть еще выходные сведения. И вот только имея на руках вот это вот лицо книги, можно сказать, правильно или неправильно вы сделали. Поэтому вот такие вещи, пожалуйста, собирайте сами, когда работаете, и студентам тоже говорите, неважно. Сейчас вам не пригодился этот источник, но сохраните вы его у себя в папочке. Пройдет время, нужно будет писать статью по этой же теме. Кто знает, он вам может пригодиться. Не пригодился там в течение пяти лет, а можно удалить. Или закончили вуз, и больше мне эти источники по этой теме ВКР не нужны, а и потом его удаляем из папки с чистой совестью. Евгения Широкова часто списывают иностранные источники с чужих диссертаций, кривые описания. Да, кривые описания качаются с работы в работу. Поэтому обязательно, даже если вы берете готовое описание, неважно, на русском, на иностранном языке, особенно иностранные источники, никогда не ограничивайтесь только копипастом. А вы уверены, что человек, который делал этот список, он лучше вас знает, как правильно сделать? Вы в этом уверены? Он такой же автор, он такой же аспирант, он такой же докторант, как вы. Он точно так же в спешке, в последний момент делал эти описания. Вы уверены, что у него правильно? Вот тоже пару раз приходилось слышать от аспирантов, когда им... А мне в ученом совете сказали, а вы откройте любые диссертации, защищенные в последнее время в нашем диссовете, ну, за последние года три, ну, и посмотрите, как там оформлено. Вы уверены, что там правильно? Вот возьмите себе этот пункт на заметку. Доверяй, но перепроверяй. Открой и посмотри. Это действительно тот источник, это действительно вот так должно быть или. И так, небольшое отступление закончили и к нашим источникам. С чем мы можем иметь дело? Мы можем встретить несколько разных вариаций. У нас может быть либо книга, либо статья из какого-то сборника или журнала. Целый ресурс или мы работали с составной частью ресурса. Если книга, то здесь тоже возможны варианты. Например, вот это издание. Это книга, которая издана в России, российским издательством университета, но на иностранном языке. В этом случае выходные данные, как правило, уже соответствуют ГОСТу. И, ну, полностью или почти полностью. Да, вот наоборот. Смотрим титульный лист и смотрим оборот титульного листа. Вот здесь они уже приведены, и мы можем увидеть, схема описания у нас есть. Да, они соответствуют по схеме нашему ГОСТу. Значит, отсюда мы его можем взять, но, опять же, перепроверить. Потому что в выходных данных в последнее время Евгения вот тоже встречаются разные ситуации. Елена, презентацию нет. Скриншоты не делайте, коллеги. Еще раз напоминаю, я вам скажу, где склад добра живет. Полезные все таблички, я вам покажу, где они будут. И второй вариант – книги, с которой мы можем встретиться. Эта книга издана за рубежом. Вот она, второй вариант. Вот здесь гораздо сложнее. Выходные данные или библиографическое описание на сайте, где представлена книга, будь то издательство или интернет-магазин, либо оформлены в соответствии с принятым в этом издательстве или интернет-магазине одним из международных стилей. То есть они ГОСТу вообще не соответствуют. И это описание требуется переформатировать под наш ГОСТ. Вот здесь как раз еще раз шпаргалка по структуре описаний пригодится. Или же они представляют собой просто, очень часто такое встречается, просто набор данных. Вот, например, как в интернет-магазине. Есть книга, мы ей воспользовались, но нам нужно данные на нее взять. Но, опять же, как вы воспользовались? Если есть титул и оборот титульного листа, доступен вам в прочтении, в читалке выложена эта книга, сделайте скриншоты. Даже если это в электронном виде. Вам, может быть, эта книга доступна, а человеку, который будет помогать вам проверять или проверять ваше библиографическое описание, или у него возникнут вопросы, ему этот доступ может быть ограничен. Поэтому на всякий случай, да и самим легче, чтобы потом не искать по ссылкам, закончился у вас доступ, и что делать. Титул оборот титульного листа от скриншоте. Либо второй вариант, когда у нас онлайн-читалка, начинается сразу текст. То есть вот эти все выходные данные, они как бы пропускаются. Но это неинтересно читателю, зачем. Вот они есть на сайте магазина и достаточно. Да, они здесь есть, но они раскиданы, знаете, как коробочка с лего, которые надо еще правильно собрать. В правильном порядке. Вот, опять же, берем схему структуры нашего библиографического описания, берем вот эти данные и начинаем подставлять. Чего куда. И неважно, на каком языке оно написано, самое главное, что мы понимаем, в какой знак применить и в какое место нашего описания эти слова поставим. Ну, в общем-то, если вы читали книгу на итальянском или испанском языке, наверное, вы ее знаете. Либо пользуемся Google-переводчиком, но тогда и здесь он нам тоже в помощь. Но не забывайте, что описание в конце все-таки надо будет сделать на иностранном языке, на языке оригинала. И по составной части ресурса тоже можем встретиться с несколькими вариациями. Это может быть статья из продолжающегося сборника или может быть статья из периодического издания. И наиболее частый случай, с которым мы сталкиваемся, это все-таки периодическое издание, периодический журнал. Но здесь та же самая история, что и с книгами. Статья в сборнике или журнале, представляющем собой иноязычную, чаще всего англоязычную версию российского издания, вот как у нас на желтой подложечке есть издание «Российская сельскохозяйственная наука». Она выходит в двух вариантах – версии русскоязычной и версии английской. Опять же, какую версию журнала вы читали, вот на ту статью, на этот журнал вы составляете описание. Они могут отличаться даже по набору статей, а могут быть абсолютно идентичны. Просто английская версия – это то же самое, а может быть и не то же самое. Опять же, посмотрите, вот какой версией вы пользовались, вот эту версию и на нее описание составляете. Этот источник – берите в руки. Потому что прочитать на русском языке, а потом просто подставить данные из англоязычной версии, и типа я читал статью на английском языке, вот этого лучше не делать. Могут отличаться по объему статьи, могут отличаться журналы по формату. Соответственно, ссылки сползут, и страницы, с которых вы брали цитаты, они могут быть разные. То есть вам это нужно еще перепроверить, сравнить две версии, чтобы прийти к убеждению, что да, можно взять отсюда, а описание вот отсюда. И вроде бы как источник на иностранном языке. Но опять же, делать двойную работу, лучше уж честно написать, где вы ее прочитали. Либо при оформлении ссылок и библиографического описания, если берете отсюда, то отчитали здесь, ну вот сравнивайте, чтобы у вас расхождения не было. И второй вариант. Ну и здесь, да, если отсюда, то на русском языке, если отсюда, то делаем на английском языке описание статьи и идентифицирующего ресурса. И второй вариант, когда статья вышла в совсем-совсем зарубежном журнале или сборнике, вот как здесь, Эльси, Спрингерское, по-моему, издание, если не ошибаюсь. И здесь уже, может быть, как они приводят цитаты, да, как цитировать нашу статью. Вы можете взять отсюда, но вот видите, здесь опять формат, автор, дата. Все равно придется переформатировать под ГОСТ. Ну, по крайней мере, хотя бы основные моменты уже написаны. Да, Спрингеровское издание. Но основные моменты, они здесь прописаны, и нам надо просто их перекомпоновать под нашу структуру. Ну, вот имейте в виду, что там, конечно, по ГОСТу никаких описаний нет в зарубежных изданиях. И первое, с чего мы начинаем, это вот мы определяем, с чем, с какой версией, с каким изданием мы имеем дело. Разобравшись видом источника, определяем уже отсюда, к какому разделу ГОСТа нам обратиться в первую очередь. У нас ресурс одночасный или многочасный, многотомное издание или однотомный. У нас ресурс целиком или это составная часть, статья откуда-то. И, соответственно, с этим мы выбираем раздел ГОСТа. А они прямо так и идут. Пятый раздел – одночасные ресурсы, шестой – многочасные, и седьмой раздел – составная часть ресурсов. Поэтому, если я смотрю, ага, у меня статья в зарубежном сборнике. Что я смотрю? Я смотрю седьмой раздел. Начинаю с него. И если там уже встречаются какие-то отсылки на другие пункты ГОСТа, я их тоже поглядываю. Там тоже будет полезная информация. Но начну я всегда с седьмого раздела. Он касается составной части ресурса. Для иностранных источников – то же самое. Но не забываю, что вот эти элементы мне нужно будет тоже пересобрать в новую фигуру Лего. И к описанию. И давайте посмотрим, как, опираясь на пункты ГОСТа, составить библиографическое описание источника на иностранном языке. Вот здесь у нас… Пример прямо взяла даже из ГОСТа «Немудрство и лукаво». И вот сразу в этом примере вот такая смесь перцев, смесь иностранных языков. Сразу вопрос. А можно ли так… А что так можно было? Сразу бросается в глаза, да? Правильно. Наличие элементов и описания на нескольких языках. Да, так можно было, так вполне допустимо. И пункт 4.8 нашего ГОСТа, прямо вот его даже вам запишу, запишите, заберите себе, смотрите. Это прямо вот… ГОСТа 2018, он как раз про вот этот случай и говорит. Язык библиографического описания, как правило, соответствует языку выходных данных, выходных сведений и ресурсов. А дальше идет замечательная фраза. Отдельные элементы в описании могут быть приведены на государственном языке Российской Федерации или на государственном официальном языке или языках субъекта Российской Федерации, где и находится библиографирующая организация или библиографирующее лицо, что относится к нам. Поэтому вот такая смесь языков может быть, но она должна быть обоснована. Почему? Потому что нам просто так захотелось. Отдельные элементы могут быть приведены на русском языке. В нашем примере в одном описании присутствует аж целых три языка. Русский, польский и литовский. Текст статьи опубликован на русском языке, а вот сведения об авторе в источнике на польском. А сведения о самом идентифицирующем ресурсе, название журнала, год, год, да, на литовском языке, название журнала, там место издания и так далее, они приводятся на литовском. Это, конечно, исключение, но не пугайтесь, если такой вариант вам попадется. Он может вам попасться, это не значит, что ой-ой-ой, ужасно-ужасно, так не должно быть. Перепроверьте, опять же, сам первый источник, действительно ли это так. И почему человек привел вот такую смесь языков, а не на каком-то одном языке. И еще, поэтому даже если мы что-то приводим на русском языке, часто это бывает с электронными ресурсами, когда, ну, вот как написать, пункт 4.8. Отдельные элементы могут быть приведены на русском языке. Все, мы воспользовались этим пунктом. И вы уже можете, во-первых, сделать это осознанно, во-вторых, вы всегда можете объяснить, почему вы сделали именно так. И есть еще один хороший пункт, 7.6.1.6. Это пункт как раз про составную часть ресурса, про статьи. Библиографическое описание составной части ресурса, то есть то, что у нас приводится вот до двух косых черточек, вот эта составная часть ресурса, приводит на языке текста составной части. Библиографическое описание составной части приводит на языке текста самой составной части. То есть заглавие мы уже точно взяли, оно на русском языке, поэтому мы его спокойно, согласно этого пункта, и приводим. А вот про автора мы не переводили на русский язык, потому что в тексте самой статьи написано именно вот так, на польском языке, данное об авторе. Опять же, мы на языке составной части ресурса. Вот откуда у нас взялось два языка. Языки и дальше. В этом же пункте хорошее дополнение. Языки описания составной части ресурса и идентифицирующего ресурса могут не совпадать. Поэтому вот у нас еще и третий язык появился. Евгения не та черточка, самое главное, литовским шрифтом. Да, 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 согласна. Вообще можно, я видела вариант, когда пишут вообще без вот этой черточки, просто буквы Z. Да, вот на литовский язык можно, согласно, можно перевести и сделать просто, описать так. Ну, просто вот в презентацию, к сожалению, по-другому не вставилось. Ну, вот как-то вот так вот. Но, чтобы удостовериться в правильности решения, можно ли приводить такую смесь языков, то нам нужно все равно посмотреть сам источник. Ну, и заодно вот эти вот вопросы, которые у нас здесь возникают, остальные элементы, нужно ли здесь вносить какие-то изменения, тоже можно проверить, опять же, обратившись к самому первоисточнику. И вот если мы откроем эту статью, то вот оно, что у нас здесь и высвечивается. Да, вот этот вот знак нужно было поставить. И вот что мы видим. Открывая саму статью, мы видим страницу журнала, с которой можно собрать вот этот богатый урожай информации. Текст самой статьи, информацию о самом журнале и об авторе. Есть еще вот такой раздел, с которым мы часто можем на сайтах встретиться. Как цитировать? Да, то есть приведен образец цитаты. Здесь вообще вот очень-очень осторожно с этим. Они приводятся, видите, опять же, в формате автор дата, но не в формате нашего ГОСТа. Поэтому вот это вот отсюда взять и скопировать мы не можем. Нам нужно... Мы можем скопировать, но потом переделать под наш формат. Ага, Евгений, спасибо. Да. Литовский прекрасен в этом смысле. Вот этой вот вещью старайтесь не пользоваться. Ну, если только забрать себе, а потом мы будем переформатировать. Единственное исключение, если мы не оформляем референсис по одному из международных стилей, и это цитирование как раз туда подпадает, тогда, да, мы можем для статей, для референсис, мы можем отсюда брать уже ссылки. И обратите внимание, как указан номер Тома и как он был в нашем описании. Совпадает ли? Дальше. Что мы здесь еще нашли? Для составной части ресурса у нас в статье этого не было, но здесь мы обнаружили ДОИ. Значит, мы можем еще номер ДОИ, идентификатор туда добавить. Еще есть название издательства, но остается вопрос, а нужно ли нам его включать в описание? Здесь нужно уже посмотреть вот эти два, вот название издательства, но здесь нужно посмотреть еще два раздела, About и Home. Они дадут нам представление о том, что это за издание. Если это продолжающийся сборник, то, да, издательство можно включить. А вот если это периодическое издание, то тогда мы издательство по правилам можем опускать, его не включая. И текст действительно на русском языке. Открываем текст самой статьи и проверяем. Да, текст на русском языке. Да, у нас вот еще дополнительные мы нашли, дополнительную информацию о самом идентифицирующем ресурсе. И мы нашли сведения об авторе, действительно приведенные на польском, а сам текст у нас идет на русском языке. Ну, здесь ответ на вопрос, обосновано ли применение нескольких языков в одном описании, да, обосновано. Ответ на этот вопрос мы здесь получили. Ну, а дополнительную информацию для описания составной части ресурса и идентифицирующего ресурса мы тоже можем собрать, например, тот же номер ДОИ. Можем уточнить периодичность издания. Это вот эти вот наши два раздела Home и About. И там мы можем посмотреть, а вообще какое это издание и нужно ли нам вообще включать место издания и название издательства. Если это периодическое издание, то мы их можем опустить. У нас остается просто год, номер, там том и так далее. И можем еще уточнить тип издания. Это печатный или электронный журнал. И не является ли это электронной версией журнала или копией печатной публикации, электронной копией печатной публикации. Это тоже разные вещи. Вот новый ГОСТ, который у нас появился по оформлению ссылок на электронные документы 2022 года, вот там как раз об этом идет речь и на курсе мы это тоже будем разбирать. И в октябре мы на мастер-классе тоже смотрели, какая разница между электронным журналом, электронной версией журнала и электронной копией электронной версией печатной публикации, как это определить и как это посмотреть по самому источнику. И после этого мы принимаем решение. Потому что для периодических изданий, если это периодическое издание, мы можем место издания, издательство опустить. Но есть одно исключение. Если одно и то же название у разных изданий, которые издаются в разных городах, то тогда место публикации даже для периодических изданий указывается, чтобы было понятно, какой это журнал. Новости образования. Ну так, к примеру, издается в Воронеже и новости образования, которые издается в Санкт-Петербурге. А вы какой журнал читали? Вот здесь придется пояснять. Если такого нет, то мы оставляем просто год. То есть вот здесь, конечно, описание с учетом новых полученных данных можно доработать, можно посмотреть и что-то там подправить. Вот то же самое делаем ровно по этой же схеме, когда вы сталкиваетесь с готовыми уже описаниями, откуда-то берете, особенно на странных источниках, перейдите по ссылке либо найдите по названию, если это не электронное, а печатное было издание. Попробуйте посмотреть. Всегда есть архив номеров и очень часто даже печатные издания они выкладывают именно на своих сайтах. Статьи. Можно таким образом посмотреть, проверить. И статья, еще один пример, это статья из электронного журнала. Когда у нас нет уже готового описания, в первом случае мы просто проверяли, смотрели, а здесь нам нужно его самостоятельно составить. Вот мы работали с этой статьей и здесь так же, как с книгами, просто набор данных, которые нам нужно правильно структурировать. У нас нет готового хоть какого описания, есть сайт, просто на котором размещена эта статья, сайт журнала. Переходим по ссылке на сайт и смотрим информацию, которая здесь есть. Есть практически почти все, что нам необходимо для составной части ресурса и для описания идентифицирующего ресурса. Вот разделяются двумя косыми черточками и вот отсюда мы берем информацию для первой части и отсюда еще для второй части. В принципе, все у нас уже есть. но, опять же, это периодическое издание или это продолжающееся издание. У нас есть главная страница. Переходим на главную страницу и уточняем периодичность выходов, то есть тип ресурса. Какой он? Продолжающееся или периодически. Ну и в зависимости от этого мы уже будем писать место издания и издательства или просто ограничимся одним годом. Обязательно открываем саму статью, проверяем нумерацию страниц, чтобы совпадало, и язык текста и данных об авторе. И обращаем внимание, почему еще очень важно обращаться сразу к источникам. Название статей вот с этими, особенно, которые включают вот эти двоеточия, очень часто возникает путаница в уже готовых описаниях, которые вы откуда-то берете. очень любят либо ставить пробел там, где не надо, либо его не ставить там, где надо. И у вас получается, что название статьи вот такое коротенькое, потом идет двоеточие, отделенное двумя пробелами. Ну, где-то человек слышал, что двоеточие надо отделять двумя пробелами. И дальше пошло. Это продолжение статьи. Вот в этом случае. Если мы отделяем пробелом вот здесь, до двоеточия, у нас получается вот это основное заглавие, а вот это сведения, относящиеся к заглавию. Вот это, да, они должны быть с маленькой буквы. Но это неправильно. Это все заглавие статьи. Вот с этим сплошь и рядом происходят такие вот метаморфозы. Поэтому обязательно открываем сам сайт, обращаемся к источнику и обращаем внимание, как правильно пишется заглавие. Неважно, на каком оно языке. Это авторское, грамматическое двоеточие. а не предписанное пунктуацией. Поэтому пишем ровно так, как написано на самой статье. И обращаем внимание на дату публикации. Если у нас электронный журнал, то эта информация нам может пригодиться. Ну и дальше переходим к составлению библиографического описания. Ну вот если бы эта статья была из печатного источника, первый вариант – это статья из журнала, такого научного, без дуи. Если бы она была у нас из печатного источника, а мы ее не брали бы с сайта, то она выглядела бы у нас вот так. Если это статья из электронного журнала, то мы ее приводим вот так. Без дуи. Да, без дуи. Она будет у нас вот так выглядеть. И вот мы приводим режим доступа. Вот все. Дата обращения, вернее, все привели правильно. Если статья с дуи, то мы ставим дуи, просто добавляем в нужное место. Вот мы его поставили. И вот обратите внимание, помните, я вам говорила, обращаем внимание на сайте, если указана дата публикации. Вот здесь мы указали дату обращения, когда мы смотрели эту статью. Но если у нас издание – это электронный журнал, научный журнал, то мы можем вместо даты обращения писать дату публикации. Вот там было написано дата первой публикации. 27 июля 2013 года. Либо так, либо так. Для научных журналов это допустимо, пишем, заменяем дату обращения на дату публикации. Вот здесь нам эти сведения, которые мы там взяли, могут как раз пригодиться. Откуда мы берем вот эти вот access, access и так далее. На английском языке. Вот несколько полезностей для электронных ресурсов. Тоже собирала их отовсюду, откуда только можно. Если есть еще какие-то варианты, коллеги, пожалуйста, тоже делитесь. Это вещь очень нужная. А вот дата обращения, несколько вариантов мне встречалось в разных источниках и в разных требованиях научных изданий. Они тоже приводятся по-разному. Чаще всего access, либо вот так записывается access data, либо data of request. И то, и другое, и третье. Чаще всего вот этот первый вариант используется. Ну, наверное, просто попроще. Режим доступа. Слова заменяются на available at. Его мы используем, когда пишем режим доступа, там по подписке и так далее. Сам адрес записываем через URL. Ну, вот как у нас было здесь. Ставим URL и пишем. По ГОСТу теперь мы не пишем сюда available at, мы пишем URL. Но если у нас есть какие-то ограничения по режиму доступа, тогда нам его нужно будет указать. Тогда нам эти слова пригодятся. Ну, и вот все переводы на английский язык. Вот это. Где у нас 43-й? Давайте посмотрим. А! Да, спасибо, что заметили. Вот, коллеги, как... Давайте мы его уберем. При переносе могут вылезти. Поэтому большое спасибо за внимательность и наблюдательность. Да, 43-е, запятая, и дальше номер. Ну, и это перевод на английский язык. Можно приводить на английском языке, да, как наиболее часто используемый. А вот что делать, если источники на немецком, испанском, там, французском или португальским с итальянским. Ну, тут два варианта. Или приводить на языке оригинала. То есть составляем вот этот вот. Да, японском. Ну, японском реже всего. Китайском. Иероглифами вряд ли. Нет, почему? Если вы читали статью на японском языке, ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? А в... Ну, значит, язык знаете, перевести сможете. Но в основном переводится на английский язык. А, в культет иностранных языков, да. Если на японском языке, тогда описание на японском языке. Ну, вот два варианта. Либо переводим на язык оригинала, и тогда составляются таблички по всем языкам, да. Либо можно воспользоваться пунктом 4.8.1 Того же нашего ГОСТа. Где говорит, что библиографическое описание в целом или его отдельные элементы могут быть приведены в транскрипции, транслитерации на графику другого языка или в переводе на другой язык. То есть здесь можно, да, можно делать вот таким вот образом. Перевести на тот же английский язык и вот эти вот обозначения перевести либо на русском, либо на английском языке чаще всего делается. Ну, либо табличку делать по основным европейским языкам чаще всего делают. Либо перевод, либо перевод на другой язык. Пункт ГОСТа нам это разрешает. Да, и по... Это вот то, что по электронным ресурсам. Точка перед двумя косыми чертами. Давайте посмотрим, что у нас там идет. Электроник. Да нет, конечно, наверное. Давайте ее уберем. Здесь нам ее не нужно. На языке можно, да. Текст электронный можно. Но, опять же, если у вас на английском языке идет, то перевести и написать на английском языке, ну, это не так уж и сложно. А в принципе, вот то, что я вам сказала, пункт 4.8.1 и 4.8, да, допускаются отдельные элементы писать на языке библиографирующей организации. То есть здесь смотрите. Если какой-то редкий язык, то, наверное, да. Хотя вот по правилам в библиотеке РГБ, например, если уж совсем все делать по правилам, встречалось описание книга, оригинал книги издан на бенгальском, и описание в каталоге РГБ приводится на бенгальском языке. То есть прочитать его вообще невозможно. Это такая вот вязь. Но, опять же, для кого мы рассчитываем? На кого мы рассчитываем? Для небиблиографов вполне нам достаточно тех европейских языков, которые у нас есть. Либо заменяем латинице, а латиница работает для всех языков, которые на латинской графике пишутся. Либо даем в переводе. Ну, вряд ли вы на японском читали книгу, если это, конечно, не факультет иностранных языков. Скорее всего, на английском. Ну, вот так и делаем. Да, вот как это печатать? Ну, вот поэтому и такие пункты в гости у нас присутствуют. Почему сокращение страницы ПП, а не П? Ну, вот так вот приводится. Страницы у них приводится не одно большое П, а два ПП. Страницы. Ну, вот так вот и можем тоже приводить. И еще несколько полезностей для описания зарубежных источников. Особенности написания имен авторов. Стараемся сохранять по возможности, да, так, как это приведено. Редакторы сокращаются. И в немецком языке, существительное из большой буквы, когда составляемое описание, тоже на это обращаем внимание. Том записывается по-разному. Либо вот так. Разные варианты используются. И разные. Ну, самое главное, что в одном списке у нас был один из этих трех вариантов. Либо вот так, либо в волюм вот так. Номер записывается, том номер. Либо вот так. И то, и другое, и третье иметь место быть. Ну, и сокращения, и другие тоже применяем. Вот те из таблиц унифицированных сокращений. Ну, и сокращается второе сведение об издании. Второе, двадцать пятое, седьмое. Сокращаем. Тоже можно на английском писать. По книгам. По книгам. На иностранном языке. Ну, вот титул книги. Что можно отсюда собрать и чего нам еще не хватает. Ну, отсюда мы сразу можем взять место издания, год, сведения об ответственности и сведения для заголовка и заглавия. Все, половина у нас уже есть. Чего нам не хватает, смотрим на обороте титульного листа. Здесь вообще уже есть готовое практически описание. Ну, и проверяем, насколько оно соответствует нашему ГОСТу. Оно, в принципе, да, соответствует. Ну, вот здесь есть сведения об объеме, есть сведения об издательстве и международный стандартный номер. Ну, вот с титула и с оборота титульного листа мы уже собрали практически готовое описание для нашей книги. Ну, вот так вот она будет выглядеть, если это у нас в печатном варианте. И если мы ее брали из ЭБС, то вот элементы, которые мы, например, привели на русском языке. Ну, и если есть английский вариант, книга у нас на английском, и описание мы приводим на английском, ну, выглядит не очень... Можно оставить так, а можно просто их заменить на доступ по подписке и текст электронный вот мы сюда заменили. Там можно сделать таким образом. Да, Алексей, можно брать из Unicode, но очень осторожно, потому что, да, со знаками, особенно если в презентацию переносить, иногда вот такая вот путаница может происходить. Ну, и вот эти вот замены русского на английский язык, вот то, что я вам показывала, есть на русском и на английском языке, эквиваленты. Можно вот такую табличку сделать и просто подставляем, и будет выглядеть наше писание красиво. Что еще может нам встретиться? Могут быть еще разные варианты. Это может быть книга иностранного издательства, выходные данные оформлены не по ГОСТу, тогда нам нужно его просто переформатировать и собрать данные, как мы уже смотрели, и составить описание под ГОСТ. Может быть, вот то, что мы говорили, есть специфический язык оригинала, на каком языке делать описание. Ну, для чего мы делаем список? Ну, не для каталога электронной библиотеки. Если говорим о списке для студенческой магистрской работы, ну, реально вы читали книгу на бенгальском языке? Наверное, нет, наверное, по какому-то или редкому языке. Если да, то, как знатоку, у этого языка труда не составится. Оставить описание, проверьте, его будет сложнее рецензенту, который не знаком с этим языком. Ну, скорее всего, мы это читаем в переводе. У той же книги на бенгальском языке есть два перевода, английский и итальянский. И вот на один из этих переводов, на один из этих языков, описание и делаем на его языке. Ну, по структуре ГОСТа. Еще один момент. У книги может быть два титульных листа. Вот такие мне, например, тоже попадались. В одном выходные данные идут на иностранном языке, а на втором на русском языке. На каком делать описание. Есть еще один пункт, 4.8.2, в том же ГОСТе. С машинным переводом онлайн. С какого языка переводили? Да, вот с какого языка переведена, на то мы делаем. Ну, есть вот еще один пункт, 4.8.2, в котором есть такая хитрость прописана. Есть ли в источнике информации, то есть в нашей книге, например, среди текстов и выходных сведений, есть текст и выходные сведения на русском языке или государственном языке субъекта Российской Федерации, в котором находится библиографирующая организация, то преимущество выбора языка библиографического описания отдается этому языку или языкам. Книга вышла в издательстве Российского университета. Заглавие и текст самой книги на испанском, часть сведений на титуле на английском и на русском языке, а на обороте титульного листа описание приведено на английском языке. В конце самой книги среди выходных сведений приведено то же самое описание, но на русском языке. Вот согласно этого пункта мы можем взять это описание на русском языке, его использовать, но в примечаниях дописать, что текст книги на испанском языке или выходные сведения приведены на русском языке. То есть сделать пометочку, что сама-то книга на иностранном языке, и мы ее читали. Неважно, переводили через Google переводчик или как-то автоматически, мы брали же иностранный текст. А вот выходные сведения, они взяты на русском языке. То есть вот эта вот пометочка, область примечаний здесь можно задействовать. Вообще, если вы применяете вот такие вот вариации, что-то переводите, приводите на русском, часть элементов на таком, часть на таком, в области примечаний это лучше указывать, дописывать, некоторые пояснения, давать, почему так. Почему вы говорите, что книга иностранная, выходные сведения, а вот библиографическое описание у вас на русском языке, вы ничего не переводили, вы просто его взяли уже, готово. И вы это можете сделать. Опять же, согласно пункта ГОСТа. Есть описание книги, но не по ГОСТу. Можно ли его вставить так, как оно приведено? Ну, нашли готовое описание, мы уже говорили, там в пристатейной библиографии чужой работы, статьи или референсис. Но оно составлено в соответствии со стилем Гарвард или Оскола или Ванкувер. Можно ли в таком виде взять и вставить, это неправильно. А в другой статье вы нашли описание того же, там, другого нужного вам источника в другом стиле. Да, ну, вот смешение разношерстных стилей не допускаем, только стараемся делать по ГОСТу. Ну, да, так же, как с книгами, переформатировать под требованиям. Где-то писали на английском языке. Да, да. Но, опять же, что на английском языке? Текст или текст описания? Да, вот что вы берете? Вот эту пометочку нужно ставить. Текст книги на испанском языке. Поставили и все. Можно и так указывать текст самой книги на каком языке, либо текст описания, почему вы взяли на этом языке. Да, и самое простое для небиблиографа это в области примечения указать. И по в любом случае без обращения к источнику нам все равно трудно обойтись, поэтому скрины и еще раз сохраняйте ссылки, если это электронные источники. Текст, титул титульный лист на английском языке. Да. Есть ли титульный лист на английском? А если у вас половина на английском, а половина на русском, а наоборот из титульного листа описание проведено на английском чистой языке, да, вот, а здесь как? Титульный лист с титула информации мы брали, да, где-то мы занимались тем же самым переводом. Если из конца книги берете на русском языке, опять же, воспользовавшись этим пунктом ГОСТа, то тогда пояснение просто вставляете, почему так. И про ссылки. Про ссылки здесь не очень много. Как оформить ссылку на источник на иностранном языке? Ну, опять же, здесь тоже регламентирующий ГОСТ тот же самый, что и для русскоязычных источников, это библиографическая ссылка. В том числе и на иностранных языках эти вопросы он тоже регулирует. Информации тоже очень-очень мало, и суть та же самая, как и с описаниями. Оформление ссылок подчиняется правилам ГОСТа. В данном случае для ссылок это ГОСТ 2008 года. И не случайно мы начали с оформления источников для списка. Один раз сделать описание, с него лучше всего начинать, когда работаем с материалами. Из описания ссылку сделать легче, чем по новой ее делать. Нам просто нужно учесть некоторые моменты, которые присутствуют в этом ГОСТе. Описание это уже источник, такой фундамент, из которого мы спокойно можем трансформировать его ссылку. Ну и также несколько пунктов, которые важны для небиблиографов, которые нам важно помнить, когда мы из описания делаем наши ссылки. Есть первичные, есть повторные ссылки, соответственно полнота у них тоже будет отличаться. Есть сокращение для повторных ссылок, там же цитируемые сочинения, для повторных последовательных и непоследовательных ссылок. Есть еще сокращение на латиниц, который приводится для повторных и комплексных ссылок. Да, вот это классификация ссылок подстрочные затекстовые и внутритекстовые. Чаще всего мы имеем дело с подстрочными затекстовыми. Затекстовыми вообще очень просто. В квадратных скобочках номер источника чаще всего ставится и страница, с которой мы берем заимствование и в конце приводится список либо по ГОСТу 2008, либо по ГОСТу 2018. Реже и тот, и другой используется. Чаще всего просто делается отсылка в тексте на список источников. Мы тоже говорили, есть такое примечание в ГОСТе 2008, где мы можем использовать. Поэтому затекстовыми ссылками попроще. А вот с подстрочными приходится приложить усилия. Ну и правила оформления ссылок на электронные ресурсы. Плюс еще смотрите для ресурсов упрощенного сетевого распространения по Новому ГОСТу тоже есть моменты, особенно при описании статей с различных сайтов, научных, электронных журналов и версий, которые тоже следует учитывать и для российских, и для иностранных. Ну вот первичная ссылка на источник на иностранных языках. Если у нас печатная книга, в списке источников она у нас вот так вот выглядит, то в первичной ссылке мы оставляем автора, можем оставить, там несколько вариантов, кстати, в ГОСТе прописано, но самое простое, это вот оставляем заголовок заглавия, место издания год и страницу, откуда мы взяли, на которую мы ссылаемся в тексте. Уже здесь вот почему мы еще большой ЭП, это также как страница, откуда мы это взяли. повторная последовательная ссылка может быть, которая идет следом за первичной ссылкой сразу, она может быть либо вот в таком формате приведена автор заглавия, потом три точки пропускаем элементы и пишем страницу, или используют сунифицированные сокращения. У нас будет выглядеть вот так, либо смотреть там же, либо там же страница, только страница другая. Если на той же странице, то можно использовать вот такой вариант. Если другая страница, то указываем. Но это только в том случае, если вот эта ссылка идет сразу за первичной. А если она у нас располагается через несколько еще ссылок, тогда она будет непоследовательна, тогда мы первичную, повторную первую можем привести ее, повторную непоследовательную можем привести так же, как и вот этот вариант, автор заглавия и страница. Либо указывается автор, цитируемые сочинения и другая страница. Ну вот таким вот образом можно оформлять ссылки на те же самые иностранные источники. То есть один раз делаем описание, из описания мы очень легко и просто можем сделать первичную ссылку, почти полную, и из нее уже либо так сокращаем, либо вот так, если последовательная и если непоследовательная. Самое главное, чтобы у нас первичная ссылка содержала максимум информации по этому источнику. это для подстрочных ссылок. Откуда берутся эти сокращения? Ну вот тоже несколько полезных сокращений для оформления повторных и комплексных ссылок. Его же, ее же, их же, как они приводятся в латинице. Это тоже унифицированные сокращения, поэтому неважно в каком источнике латинской графики у вас представлен ваш цитируемый источник. эти сокращения будут действовать. Ну и указанные сочинения, цитируемые сочинения, сокращения, там же цитируется по все эти вот варианты они есть и их можно использовать. Здесь ссылками не настолько уж совсем страшно все дело обстоит. Самое главное использовать. И про источники на иностранных языках в пристатейной библиографии. Вот там, где мы сталкиваемся и с ГОСТом, и с другими другими совсем мануалами и стилями, это там, где нам нужно написать и русскоязычный список, и референсис. В русскоязычный список у нас могут попасть также источники на иностранных языках, и их мы оформляем по правилам ГОСТа, то, что мы говорили в самом начале, про библиографические описания и про ссылки. В зависимости от того, какие требования указаны в данном научном издании, в данном журнале приняты. Где-то требуют по ГОСТу 2018, где-то по оформлению ссылок, но что более правильно, потому что это все-таки предстатейная библиография по ГОСТу 2008. Но здесь мы именно в русскоязычной части нашими ГОСТами пользуемся. Вот они. И есть еще референсис. Вот там библиографические описания источников мы приводим уже полностью на иностранном языке и делаем обратную вещь с русского языка. Русскоязычные источники вот отсюда из этой части списка мы переводим на английский язык научного издания, на какой требуется чаще всего английский мы переводим их и оформляем в соответствии с требованиями и правилами либо адаптированными к одному из международных стилей оформления ссылок. Очень часто в русскоязычных журналах, которые индексируются там в Web of Science или Scopus у них требования к референсис они даже пишут стиля оформления он адаптированный под Гарвард. на основе гарвардского стиля или там на основе стиля Ванкувер то есть они свои какие-то изменения туда внесли но это было разрешено раз их допустили и зарегистрировали то есть не чистый Ванкувер не чистый Гарвард их вообще вариаций очень много а вот одна из своих вариаций и как правило они приводят уже сами ссылку на определенный генератор не все но иногда если там есть отсылка к какому-то генератору с помощью которого можно составить это описание вот лучше пользоваться именно этой ссылкой не каким-то сторонним ресурсом а именно этим то есть это издание его одобрило и вот два варианта либо адаптированные к одному международных стилей либо строго в соответствии с одним из этих международных стилей то есть для референс нам помимо вот здесь гостов еще понадобятся и иностранные какие-то стили мануалы и генераторы и русскоязычные источники в референс из адаптированных стилей вот несколько вариантов которые могут встретиться как записывать автор через авторы все указываются через запятую в транслитерации дальше заглавие работы приводится на английском языке и в квадратных скобках приводим транслитерацию заглавие но вообще чаще всего перевод обязательно требуется одна транслитерация это ни о чем англоязычные читатели должны понять сути смысла вашей статьи транслитерация им ничего не скажет курсивом приводится название источников транслитерации в квадратных скобках уже без курсива переводим название источника на английский Вот самая большая проблема – это как раз не сделать описание источника уже на иностранном языке, а русскоязычный источник превратить, да, по всем правилам привести вот в соответствии с требованиями референсов на иностранный язык. Ну, вот такие подсказки я вам здесь даю, несколько вариантов, которые мне попадались в научных изданиях. Где-то публикуют, где-то нет. Вот еще один вариант. Где-то нет, но если такие схемы попадаются, им нужно строго следовать. Авторы в транслитерации, перевод на английский, название источника на английском языке и здесь тоже иногда где-то требуется только транслитерация, где-то обязательно, ну, чаще всего перевод на английский язык, название источника все-таки требуется. Ну, и вот по одним из таких требований, как может выглядеть наш русскоязычный источник в референсис, да, авторы. Перевод статьи в квадратных скобках транслитерация этой статьи, в транслитерации приводится источник, его перевод на английский язык и дальше все указания о месторасположении этого источника. Как видите, здесь часть знаков, которые мы по ГОСТу применяли, они здесь не применяются, те же самые две косые черты. То есть здесь, ну, они используются для этих целей курсив, чтобы понять, где начинается издание, где заканчивается название статьи. Приходится ориентироваться по требованиям. И вот еще одно требование к сборникам. Название статьи в переводе. Источник в транслитерации этой статьи из сборника. Он же в переводе на английский язык. И место издания. И в конце еще дописывается либо так, либо так. В разных требованиях по-разному. Где-то просят писать целиком, где-то можно сократить и приводить в сокращение. Вот разные варианты могут попадаться. Поэтому для перевода русскоязычных источников, референсис, что тоже, в общем-то, получается, мы делаем источник на иностранном языке. Здесь нужно четко соблюдать те требования. Они, видите, могут отличаться в разных изданиях, требовать по-разному. Что не используется чаще всего в референсис? Это две косые черты. Это знак точка тире, ну, потому что они в основном про оформление ссылок. Электронный ресурс, да, или там текст электронный, вот это может не требоваться. Запятая между фамилиями и инициалами. Не во всех стилях не ставится. Есть стили, где она ставится, но чаще всего нет. И вид содержания, условия доступа тоже не везде. Ну, и по стандартам оформления библиографических ссылок. In Russian... А, у нас N, наверное, убежала, да, Светлана? Ага. Да, на российском, либо сокращение на русском. В сокращение приводится. И по стандартам, вот восемь самых основных стандартов, которые чаще всего нам встречаются. Но, опять же, они не единственные. Единственные, тот же гарвардский стиль, их огромное количество модификаций. Чуть ли не в каждом университете свои особенности в оформлении работы. Ну, своя методичка, что называется. Поэтому очень важно смотреть, для какого издания, если вы публикуетесь в иностранное издательство, да, по какому стилю нужно делать оформление того же референсис. Даже если мы все делаем без чисто-чисто иностранного издания, не требуется русскоязычная часть, а нужно делать именно в строгом соответствии с гарвардским стилем, обязательно смотрите именно их мануал, именно их руководство, потому что гарвардский стиль, там, Манчестерского университета может отличаться от Йоркского, да, и уж тем более оба они будут отличаться от какого-нибудь Принстона или Портсмута. Поэтому только тем нельзя взять мануал для Манчестера и сделать статью для Йорка. У вас может быть расхождение в знаках. Где-то URL, адресную строку мы просто вставляем, а вот в некоторых вариациях в гарвардском стиле мне попадало, что там требуется ставить такие галочки, да, как вот теги, открывающие, закрывающие, да, вот как тег ставится в программирование, вот эти вот галочки вправо-влево. Вот URL почему-то заключается вот так вот. Если мы сделаем по-другому, то это может считаться ошибкой, но он смогут попросить переоформить. Поэтому таких вот нюансов достаточно много, поэтому со стилями здесь без генераторов просто не обойтись. Ну вот еще несколько вариантов русскоязычных источников в References. Как они будут трансформированы, ну, вот под те же разные стили автор-дата, да, и вот как оно будет выглядеть. Кстати, иногда сейчас в зарубежных изданиях не пишут URL, вместо него очень часто указывают просто номер DOI. А мы по ГОСТу пишем URL и указываем номер DOI. Они просто пишут номер, идентификатор DOI приводят. Поэтому вот на это тоже обращайте внимание, для какого издания идет наша публикация. Если чисто для зарубежного, то смотрите, там может быть вот такой вариант. И с помощью генераторов, без генераторов тут сложновато обойтись, как для русскоязычных источников, так и для иностранных, на иностранных языках. И вот генераторы нам, конечно, здесь будут в помощь, но в каждом генераторе по каждому стилю есть разные такие помощники, но они тоже формируют описание не истинной в последней инстанции, что введем, то и получим. Поэтому, ну, вот несколько примеров. Я вам попробовала с помощью разных генераторов соорудить, как это будет выглядеть. Вводить нужно, естественно, если у нас русский... Они могут помочь, кстати, в переводе и в оформлении работ русскоязычных источников на иностранные языки в соответствии с тем стилем, который есть, который мы выберем. Ну, и вот так вот они будут выглядеть в разных стилях, по-разному будет приводиться. Вот два совершенно разных стиля, хотя оба относятся к автор-датам. Здесь просто количество погенация приведена, где размещена страница, а здесь приводится уже с указанием, с обозначением страницы. Вот вы спрашивали, почему, да? Вот отсюда идет. Ну, вот они тоже будут отличаться. Где-то используются кавычки, где-то не используются кавычки. И отделяется название статьи, например, название издания с помощью кавычек. Ну, нет у них двух кассовых черточек. А где-то с помощью вот просто курсива. И кавычки не требуется. То есть в разных генераторах, в разных стилях они будут вам выдавать тот результат, который соответствует этому стилю. Где-то end пишется словами, где-то используется значок end. Вот это вот все запомнить, конечно, очень трудно. И генераторы нам здесь в помощь. Но даже создавая с помощью разных генераторов одно и то же описание, можно столкнуться с такой вот вещью. Вот в одном генераторе по одному и тому же стилю делали пример, одну и ту же статью. Он выдал вот такой вид. А в другом генераторе он обязательно запрашивает номер тома. У нас нет номера тома, у нас есть просто номер журнала. А вот вольюм нет. Он здесь в одном генераторе нормально прошло. Он указал все, том мы не вводили. А в другом генераторе это поле оказалось обязательным. И он отказывался делать описание, пока мы не введем номер тома. Пришлось ввести какой-то знак. Он сделал описание. Ну тогда нам этот знак, значит, надо будет убрать. Либо пользоваться другим генератором. То есть вот такие вот нюансы при автоматизированном, скажем, создании описания на иностранных языках, да еще в соответствии с чужим стилем, вот на них тоже обращайте внимание. Вот такие нюансы у нас встречаются. Ну и про дополнительные полезности. Как я вам говорила, про международные генераторы. Для оформления ссылок я вам покажу несколько, наполняю сейчас этот раздел. К сожалению, ее часть сейчас либо прекратила существование, либо стали для нас недоступными, либо уходят в платный формат. Поэтому вот такая история. Постоянность ситуации меняется. Но то, что работает, то, что доступно или условно доступно в фри-доступе, я их постаралась вкладить полезности и собрать. Ну, то есть как он позволяет сделать какое-то ограниченное количество ссылок сразу, и потом следующие пять ссылок вы можете сделать только не раньше, чем через сутки. Где-то все в открытом доступе и полностью доступен, можно использовать. Где-то он дает пробную демо-версию попробовать, а потом предлагает оплатить. То есть здесь очень осторожно. Сейчас надо смотреть. Ситуация меняется очень быстро. Был очень удобный генератор по основным стилям. Гарвард очень хорошо показывал. Сейчас скажу. ReferencesGenerator.net Вот этот сайт вообще прекратил существование. Очень жаль, он был интуитивно понятен, простой и позволял в свободном доступе очень много чего полезного делать. Для статей это было очень самое оно. Но вот сайт, даже доменное имя выставлено сейчас на продажу. Такая ситуация у них постоянно идет. Еще одна поисковая полезность – это поисковик по ИСБН. ИСБН – хорошая вещь для того, чтобы нам найти описание, если, например, вот те же самые, во-первых, проверить книгу, во-вторых, чтобы найти само издание, ну и проверить, соответствует ли. Ну, вот такой вот хороший простой поисковичок есть, nicebook.com. Сейчас попробую дать вам ссылку в чат. По номеру ИСБН, если у вас есть просто номер, а нет, достаточно сведений или посмотреть само издание, или вот нужно собрать сведения по этому изданию, а вы не знаете, правильно или неправильно на сайте вы нашли, всегда по номеру ИСБН можно проверить. Ну, во-первых, есть ли такая книга вообще, и, во-вторых, посмотреть какие-то недостающие сведения и данные именно этого издания, потому что номер ИСБН присваивается только одному изданию, их не может быть несколько на одном номере. Ну, вот для такой проверки, на всякий случай, вот тоже вам такую полезность сегодня даю. Особенно для иностранных изданий, я считаю, по-российскому и по-иностранному. Ну, вот, коллеги, вроде бы на сегодняшний день у нас и все. Тема вроде небольшая, но мы тут так бурно в чате ее разбирали. Как всегда, пара у нас с вами прошла. Вот, и в завершение я вам хочу показать, где спрашивали про презентацию и про материалы, про вот эти вот всякие полезности, таблички. Я вам обещала показать. Сейчас я вам открою демонстрацию экрана, попробую, да. Вот. И в завершение просто покажу, где это есть. Напишите мне, пожалуйста, в чат или там значком поставьте, видно ли, видно ли экран, там, где написано полезные мелочи. Да, вот. Вот. Вот они, то, что вы у меня спрашивали. Вот в таком виде они здесь, выложены вот эти все таблички, которые были сегодня в презентации, поэтому можно было не скриншотить. Ну и вот в самом начале идет список, чтобы удобно было переходить. Он работает. Захотели мы посмотреть схему библиографического описания. Нажимаете. Вот она, схема есть. Чтобы вернуться назад, можно, конечно, все листать снизу вверх, сверху вниз, но удобнее воспользоваться вот этой. Слева внизу, я не знаю, как ее переместить направо, хотела переместить кнопочку, но уж пока у меня не получается. Там, видимо, как-то прошито в самом сайте. Слева внизу вот эта галочка наверх, она вас обратно вернет к заголовку. Да, и можно опять там, вот предписанные знаки пунктуации. Надо быстро найти это для такого быстрого поиска. И можно перемещаться по этим разделам. Ну и можно просто листать сверху вниз. Вот все вот эти таблички, которые сегодня были, я их вам сюда вот вынесла. И это не отдельная страничка. Это у нас вот такой вот сайт есть. Сделала его, вроде бы должно все работать. Все правильно. Если вдруг обнаружите, что что-то куда-то не туда открывается или не открывается, какие-то происшествия происходят, большая просьба, пожалуйста, мне дайте, пожалуйста, обратную связь, напишите, и просто ссылочку скиньте, где некорректно работает. Потому что вроде бы все поправило. Вчера перевозила сайт с одного на другой, чтобы сделать его вам открытый и в доступ. Вот поэтому что-то может сбиться, поэтому, пожалуйста, мне обратную связь только давайте. Хорошо. И вот здесь вот есть раздел полезности. Вот сюда заходите. Практически в каждом уже появляется информация. Сейчас идет наполнение по библиографическим описаниям. Вот то, где мы с вами были. И вот по ссылкам, вот они, генераторы международных стилей. Вот я вам тоже сделала такую страничку. Фух, слава богу, все заработало, ура. Все ссылки. И вот здесь вот можно их смотреть. Я старалась отбирать бесплатные, либо те, которые дают какой-то объем в сутки, сделать, но не требуют за это денег. Ну и вот разные варианты по разным стилям. Какой у вас стиль, вот можно выбирать. Это вот такая небольшая дополнительная полезность. И для оформления ссылок тоже небольшие полезности. Сюда собираем. Здесь пока не очень много табличек. Пока вот эти сокращения и унифицированные формы сокращений на всякий случай их тоже привела. То есть смотрите, если вам нужно библиографические описания, то вы смотрите по библиографическим описаниям полезности. Если нужно про ссылки, смотрим про ссылки. Вот УДК и ББК еще не добавляла, поэтому не пугайтесь там. Пока ничего нет, но скоро будет. А про идентификаторы, вот про СБН, то, что я вам показывала, здесь уже кратенько. И ссылочка тоже на сайт, где посмотреть, как сделать. Ну и такими вот полезностями этот проект будет дополняться. Поэтому можно уже заходить, смотреть, пробовать. Ссылку в чат я вам ее размечу. И в нашей группе буду тоже писать какие-то новости, чего там нового появилось, чтобы можно было посмотреть. Ну и обратная связь мне от вас тоже, пожалуйста, нужна. Сейчас посмотрим. Спрашивали про аккаунт. Вот с любой странички. Сейчас вам покажу. А, здесь, да, здесь, ага. Здесь почему-то у нас не... Вот, да, вот здесь отсылка не срабатывает на наш аккаунт нашей группы в социальных ВКонтакте. Сейчас я ее вам просто в чат отдельно размещу. И спасибо, кто-то отметил у нас. Это обязательно исправим, чтобы... Сегодня уже будет работать. Вот. И на нашу группу ссылочку я вам сейчас тоже дам. Можно присоединяться. Но она так и называется «Библиография для небиблиографов». Можно просто найти в ВКонтакте. Либо вот по ссылочке присоединяйтесь в группе. Там можно в сообщениях мне вопросы писать. Или там же можно на мою страничку из группы перейти. И какие-то, если личные вопросы, можно в мессенджере тоже позадавать. Ну и плюс на странице сайта ВКонтактах есть мои контакты. Тоже можно воспользоваться. Использоваться.